Образ в аэропорт. Лечу в Стамбул. Приехала в аэропорт за два часа, но всё равно на полчаса мы задержались. Летим в Стамбул и оттуда уже в Барселону. Здесь уже бац, и я в самолёте на Барселону. Не успела снять стамбульский аэропорт, потому что было мало времени, в общем-то. И сразу же кушать. Обожаю кушать в самолёте. Посмотрите, как Барселона выглядит с самолёта. Вон там где-то наш отель. Ну, летели из Стамбула где-то три с половиной часа, если не ошибаюсь. А в Стамбул я летела семь часов. Это полный пипец. Астана я вылетела в десять утра, и в семь вечера уже была в Барселоне. Тридцать минут, и мы в отеле. Приехала в отель. Называется W от Marriott. Делаю вам рум-тур. Заходишь, и сразу в ванная. Там душ. Я так что должен воспользоваться, потому что я как будто бы вечность летела до Барселоны. И смотрите, какой здесь бренд представлен. Дайвенес. Я воспользовалась гелем. Здесь есть шампунь и кондиционер. Обычно не особо люблю забирать что-то с отелей, но здесь прям-таки и искушение. А здесь, посмотрите, какой бренд Skin Regimen. Здесь крем для тела, и это у нас... Что это такое? А, это для лица и мылочка. Здесь шкаф и вот такая вот спальня. Я не знаю, что здесь делает этот мужик. Вообще не в понятиях, почему здесь этот мужик. И вот такой вот классный, шикарный вид на Мора. Такой вот пирс. И еще напротив огромное зеркало. О, Боже. Здесь какой-то такой молодежный отель, я так поняла. Потому что здесь есть ночной клуб, и внизу музыка бьет прямо в уши. Вот такое вот у нас здесь богатство. Этот мужик меня просто отбил. Это уже на следующий день. Мы вышли из отеля все-таки. Погода 25 градусов. Просто шикарная и комфортная. Сейчас я вам покажу свой образ. И по пути увидели вот такой вот красивый вокзал. Какой-то музыкальный фестиваль здесь намечается в этом парке, к которому сейчас зайдем и посмотрим. Там очень много всякого интересного есть. Мне уже нравится здесь так зелено и красиво. Так, здесь, кажется, готовятся к этому фестивалю. Пока все называется... Парк де ля сетаде ла. Простите мое произношение. Это красивая церковь. Посмотрите, какой пруд, боже мой. И там женщина плачет. Няшка. В таком красивом саду, как можно плакать. Уточки миленькие. О, мой гад. И так прикольно. Гигантский мамонт для привлечения внимания туристов. Вот это вот красивый монумент в центре парка. Похоже что-то на Мадрид. В Мадриде тоже такое же, кажется, было. А вот здесь в 90-х убили какого-то транссексуала. И построили вот здесь такой мемориал. Жестко. Вот и добрались до Триумфальной Арочки. Видите, какие банкоматы. Сюда прикладываешь карточку. И потом берешь свои денышки. Пришли в какой-то красивый магазин. ТРЦ. С люксовыми брендами, конечно же. И красивенькой едой. Ну и вот это, конечно. Машли здесь. Одежда, Маш. Что тут еще есть? Мне кажется, здесь только будет премиум сегмент, не люкс. Вон Майкл Корс вижу. Армани. Да, кажется, я права. Вот Генай. Это премиум сегмент, не люкс. Зашли в Зару. И здесь у них уже вышла коллекция с коллаборацией со Стивеном Мейзелом. Вот она. Вот ты, Стивен Мейзел. Это все на осень. Блин, я влюбилась в этот жакет. В эту косуху. Это размер М. Просто идеально. Такая классная. Это же за раз больше. Смотрите, какой классный пиджак. Только большой. Это Элка. А меня, конечно, это когда-либо останавливало. Нет, конечно. Блин. Все в пределах 200 долларов. Где-то 200 тоже будет. Короче, это была мужская версия. Сейчас будет женская. О май гад. Что здесь? Все такое черное. Все такое классненькое. В принципе, по стилистике то же самое. Вау, вот эта шубка какая крутая. По ценам 230 евро. В принципе, у меня такая и есть. Вот такая же куртка. Вот эти бутсы. Вот это что-то с чем-то. Классно. Сказочный дом. Гауди. Блин, не видно. Вот он. Сказочное место для жизни. Идем по лакшери. Улицы. Прошли Шанель, Диор, Ватт и Гортье. Куча тоже посмотрели. Шанель. Огромная очередь. Маркетинговый ход. Еще одна работа Гауди. Кассавилла. Вау. Просто. Я видела только на картинке и на ютубе. Все. Такой вот официальный магазин. Два дома Гауди. Мы не особо так хотим туда заходить, поэтому просто посмотрим, что здесь продается. Можно, кстати, посмотреть, что есть внутри с этого магазина. Выглядит красиво. По дороге за винтажными магазинами и секундом. Такая милая прохладная улица. Мы уже здесь какой-то секунд нашли. Сейчас будем смотреть. Так, что у нас тут и есть. Интересно. Там пинцель и вайс. Ну, я как бы не особо фанат шортиков. Кстати, какой магазин. Все такое для наших эмо-боев и эмо-геллз. У меня садится зарядка. Ну, хотя бы вот этот секунд-хенд покажу вам. Вот такие здесь прикольные вещички есть. Прикольный толк. Такие шузи. Соночки. Что-то я устала. Не могу ничего искать, смотреть. Сразу же рядом еще одна винтажка. Посмотрим. Тут еще больше вещей. Нужно просто стоять и шариться обо всем. Но, блин, как я сказала, у меня сил нет уже. Вещей просто куча. Видимо, не видно. И еще один винтажный. Тоже кучка вещей. Здесь все аккуратно висит. И запаха такого нет, как в других. Какое пестрое, красивое. Там футболки по цветам разложены, боже. Рай для перфекциониста. Пришли в фэнси ресторанчик на 26 этаже. Вот такое вот пространство. Пипец, как красиво. Это японский ресторан. Называется Noxy. И они внизу заставляют людей ждать. Короче, мы ждали минут 5-10, чтобы сюда зайти. Хотя здесь мало людей. Я не знаю, для чего. Все это будет. Кёдзе и Нори. На старт запеклись. Вот такая вот красотища. За 20 евро. И 15. Музей. Современного искусства. Я забыла как называть. По-моему, оно Айкон и Мокко. Посмотрим, что там есть. Такая вот винтовая лестница здесь, в этой церкви. Короче, вход стоит 10 евро вместе с руфтопом. То есть можно на крышу подняться с этим билетом. Правда, я билет оставила внизу. Вот такой вот вид открывается с этого места. Это всё-таки, оказывается, не крыша. Думала, здесь крыша. Здесь просто балкончик. Кажется, я нашла ту лестницу, которая ведёт на крышу. Вот так она выглядит сейчас. Отсюда дует такой прохладный ветерок. Я думаю, всё же, это та лестница. Попец, здесь так узко. Те, кто страдает клаустрофобией, я вам не советую. Потому что здесь стены прям давят. Всё. Вот отсюда я вышла. И такое вот, интересно. А вот Сократа фамилия, кажется, торчит. Я буду, наверное. Там ещё есть лестница. А здесь люди живут, бельё висит. Всё дальше. Поднимемся с людьми. Прикольно. Такой гигантский мокко. Это... Это забавно. Нет, такой же вопрос мучит. Какое миларство. Такое запремённое. Такая очередь в туалет в этом музее Мокко. Мне очень понравилось. Очень классно. Современно. Я вышла на улицу, и меня сразу же облили грязью. Какой-то грузовик, которым возит мусор, меня облил грязью. Тут капли небольшие. Случайно добрались до этого рынка еды. Багерия, по-моему, называется... Как мы здесь отказались? У нас столько фруктов, кокосы, смузи. Для Багерии называется это место. Что за громадные перцы. И вот овощи здесь висят. Куча людей. Просто невозможно дышать. Вот и устрицы по 3 евро. Примерно полторы тысячи деньги. Вот наш заказ. Это у нас гребешки и креветочки. В этом ресторане Рэмблеро. Приехали в Карговый дом посмотреть музей икона. Тоже современного искусства. На третьем этаже находится. Мы, случайно, приехали на четвертый. Но зато здесь отличный вид. Вот и оно. Какое все развинятое. Мы ждем в очереди. Вот такая вот там ванная с шариками. Мы стоим в очереди. Не пускают. Я знаю, как ты стыкаешь. Это просто шарики тебя просто не пускают никуда. О, мой бог. Вторая комната. Вау. В общем, этот музей, можно сказать, семейный. Поэтому мне не так понравился, как Мокко. Это чисто такое детское развлечение. И вечером у нас был ужин в нашем отеле. В таком ресторане в индейском стиле. И я стала свидетелем драмы. И на следующий день у нас был гид уже по городу. Сегодня у нас тур по тапас местам. Будем кушать, пить и смотреть, как консует флометку. И после этих танцев мы пошли кушать тапасы. А мне больше всего понравились эти зеленые перчики. Они вообще не острые. Они такие сочные и вкусные. Короче, я сожрала, наверное, штук сто. Ой, капец. У десятого мы уже поели. Я уже обелась. Мы идем в другой ресторанчик. Кушать эти тапасы. Видите, какой ужас здесь творится. Столько людей, мужчин. Все из-за праздника, который здесь пройдет. 22-25 число. Просто пипец. Людей просто видимо-невидимо. Целый поток. Невозможно ходить. Таксисты, кстати, даже не хотят нас брать. Потому что огромная пробка. Следующий день мы пришли в Барселонский собор. Очень красиво. Но у меня капец как болел живот. Я не знаю почему. Наверное, скорее всего, потому что я напилась вчера. И гуси здесь есть. Что, вышли мы из кафедрал... Ой. Вышли мы из кафедрал. Блин. Как этот на русском будет? Ладно, короче. Идем в парк Гюэля. Но билеты онлайн мы не смогли достать. Поэтому сейчас посмотрим, спросим. Могут ли нам продать оффлайн. Так сказать. Вот такое вот интересное, красивое место. Тихое. Вот такой вот вход. Тут надо подниматься. Я устала уже. Такая вот сказка. Пряничный домик. К сожалению, все sold out. Больше не пускают без билета. Вот хотя бы вот так вот посмотреть. Не удалось зайти в парк Гюэля. Но хотя бы зайдем в дом Гауди. Соранее купили билет, чтобы в этот раз не уехать снова. И напротив, смотрите, Ральф Лорен. И знак ООН и Окраинский город. Пойдем за 6 часов. Вечеранцы. На тур. С выставкой. Вот и добрались до Саграды фамилии после тапасов. 40 евро за билет. Вот это да. Какая красота. Боже мой. Многие просто отваливаются. Барселонетта. Это наш отель. Впервые за 4 дня вышла на пляж. Хочу потрогать водичку. Насколько она холодная здесь уже. В конце этого сентября. Просто ручкой. Вода теплая, тепленькая. Хорошая водичка. Хорошая водичка. Вода хорошенькая водичка. Такая огромная очередь Райан-Эйр. 4 дня в Барселоне. Прошли. Летим дальше. Сейчас уже в аэропорту. Жду номер гейта.